И печальное известие. На 98-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Георгий Панов. Биография Георгия Яковлевича отражает историю страны, в которой яркую жизнь прожил бендерчанин. В 17-летнем возрасте он добровольно ушел на фронт. В 1944-м по направлению поступил в Харьковское военное авиационное училище. После окончания продолжил военную службу. На Дальнем Востоке в составе истребительного авиаполка Георгий Панов принимал участие в освобождении Северной Кореи. Был дважды ранен. Награжден Кимирсеном корейской боевой медалью за ликвидацию самурая. Послевоенные годы окончил факультет русского языка и литературы Хабаровского пединститута. Работал заместителем редактора газеты «Дзержинец». После более 30 лет служил во внутренних войсках. Удостоен многочисленных правительственных наград. Общественный деятель, журналист, прозаик, поэт, писатель, в чьем творчестве особое внимание было уделено детям. Рассказы и стихи Георгия Яковлевича обогащают души, воспитывают любовь к родине, уважение к семейным ценностям. Его произведения пронизаны патриотизмом и добротой. Книги Георгия Яковлевича есть и в моей библиотеке. Георгий Яковлевич был примером преданности своему делу и высочайшего человеческого достоинства. Соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Георгия Яковлевича Панова выразил президент Вадим Красносельский. В этот скорбный день искренне разделяем горечь и боль утраты, выражаем наши соболезнования родным, семье и друзьям, ушедшего из жизни ветерана. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах бендерчан-приднестровцев, говорится в тексте соболезнования Государственной администрации города Бендеры и Бендерского городского совета народных депутатов. Настоящий офицер, истинный патриот, жизнерадостный человек с тонким чувством юмора и активной жизненной позиции. Таким его будут помнить коллеги из милицейского ведомства. Имя Георгия Панова знают не только в Бендерах, но и далеко за пределами Приднестровья. Книги этого автора читают и взрослые дети. Поэт, прозаик, журналист. До последних дней своей жизни Георгий Яковлевич оставался открытым и общительным человеком. Никогда не терял крепости духа и оптимизма. Свои стихи всегда декламировал лично. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны по новым Георгием Яковлевичем состоится 8 августа в 9.00 во дворе дома 26 по улице Дружбы. В 10.00 в храме святого благоверного князя Александра Невского пройдет отпевание и панихида об усопшем.